Привет, дорогой чат! 3 января, а значит, что пора? Пора РАБОТАТЬ! И сегодня я хочу записать ролик для обществоведов. 5 важнейших событий 2022 года, которые можно уверенно применять как примеры на обществознанию. Я взял примеры реальных заданий, которые спрашивались на реальном ЕГЭ, понятное дело, и решил взять реальные новости, которые можно использовать и забрать максимальный балл. Уверен, что тебе будет полезно, потому что вспомним немножко теории, это дело всегда хорошее, и попрактикуемся на реальных событиях. Окей, жду от тебя жирный лайк. С Новым годом, чат, давай лайк в Новом году, поставь, сделай полезное дело, доброе, и погнали разбираться. Итак, просто пойдем по спонтанным рейтингам. Событие номер один, вообще чудо несусветное, это запуск отечественного автомобиля «Москвич». Вот такой вот дурачок, китаец, честно говоря, но типа это наше импортозамещение. На ЕГЭ очень любят тему национальной экономики и политики протекционизма. Мне на досроки эта тема выпала, и она очень часто выпадает ребятам на ЕГЭ, что якобы каждое государство должно строить свою самостоятельную независимую экономику. Типа от этого зависит его выживание. Нидерланды, между прочим, дико орут при этом тезисе. И вот, пожалуйста, конкретный пример. Чтобы не зависеть от этих поганых мерседесов, от этих жалких BMW, этих европейских тупых машин, мы создали свою национальную, возродили советское производство и делаем «Москвич». То, что он на базе китайца, это вообще плевать, главное, что там наш шильдик и ассоциируется с Российской Федерацией. Если говорить на полном серьезе, то действительно в ЕГЭ, да и вообще политика протекционизма очень важна. Она выражается в том, что государство защищает свою национальную экономику, повышая таможенные пошлины, вводя торговые эмбарго, вводя дополнительные меры лицензирования, чтобы национальная экономика была конкурентной против иностранных компаний. Даже в ЕГЭ по истории спрашивают протекционизм, который выражается при Алексею Михайловичу в реформах ордена Нащетина. Поэтому пример с «Москвичом» как часть политики протекционизма создания сильного, в скобочках нет, национального производства автомобилестроения взамен ушедшим иностранным компаниям, чтобы через 10 лет, когда они захотят вернуться на российский рынок, тут уже были наши машины и никому эти жалкие BMW были нахер не нужны. Новость номер два. Преподаватели моего Alma Mater, моего университета, поехали волонтерами на Донбасс, чтобы помогать там беженцам, детишкам, всякие программы, подарки, мотивация, обучение, бла-бла-бла-бла-бла. Реальная история, что из Оренбурга ездили студенты и преподаватели в составе небольшой делегации в город Донецк, реально помогая там местным жителям, развлекая детей, которые там остались без родителей, сирот, ну и в целом вообще пытаясь там людям немножко помочь и подарить капельку радости и веселья. Тут сразу говорю, что тема волонтерства тоже на ЕГЭ спрашивается весьма часто, ну потому что это же типа тренд, типа вот даже Владимир Путин говорит, у нас оказывается вся Россия волонтеры, вся Россия. Мне на досроке выпал текст по девиантному поведению мне на ЕГЭ, где как раз был вопрос о том, кто такие волонтеры, и приведите примеры волонтерской деятельности в разных сферах жизни общества. Поэтому здесь сразу говорю, пример очень явный. Волонтер, если кто не знает, это человек, который без вас не знает, то есть не на коммерческой основе, занимается общественно полезным делом. Он убирает говно собак, которые насрали зимой, помогает беженцам из Донбасса, можно было, конечно, немножко пошутить, но мы не будем шутить на эту тему, и в целом вообще пытается решать общественно значимые проблемы. Сразу говорю, что в ЕГЭ ни в коем случае не нужно провоцировать и говорить про каких-нибудь там волонтеров ЛГБТ-движений, волонтеров, защищающих какие-нибудь странные ценности. Вот волонтеры Донбасса, это прям золото, это самое главное. И я напоминаю важнейший дисклеймер, важнейший, что на ЕГЭ по обществознанию мы пишем только официальную государственную позицию. Я на ЕГЭ написал, не шучу, что НАТО хочет уничтожить Россию, и Россия воюет со всей НАТО. И что ты думаешь? За этот пример я получил максимальный балл. Желаю тебе того. Третье. Глобальные проблемы современности. 21 сентября Владимир Путин объявляет частичную всеобщую мобилизацию. 23 сентября Верхний Ларс. И дополнительная новость. Грузия начинает блокировать спонтанно карту россиян. Опа! К чему это? А это демографические глобальные проблемы. Очень важно знать, что миграция как мировое явление относится к части глобальных демографических проблем современности. Короче, в чем прикол? 21 сентября все мужское население страны, у которого были ноги, мозги или финансы, или все три компонента, принимают решение срочно сбежать из России, чтобы не попасть под мобилизацию. Это решение вполне понятно в силу желания лично выжить. И не попасть под мобилизацию, потому что у тебя кредиты, семья, работа. И как бы от комфортной жизни отказываться никто не хочет. Звездочка. Мы об этих людях должны на НИГ писать только в негативно-нейтральном ключе. Если ты одобришь их поведение, рискуешь получить минус баллов. Я не шучу. И вот люди, желающие, ублюдки, сохранить личный комфорт, принимают решение сбежать из России. Но в силу того, что они приехали, например, в Грузию или в Казахстан, они начинают там активно потреблять еду, жилье, алкоголь, интернет и прочие услуги. А повышение спроса всегда ведет, экономика подъехала, к повышению цены. Заметь, как интересно. Реально очень интересный пример проявления демографической проблемы современности. Более того, взаимосвязанности современного мира. Потоки мигрантов из России рушат стабильную и комфортную жизнь соседним странам. Потому что они начинают потреблять, повышать спрос, что приводит к завышению цены. А местные жители-то живут на стабильную зарплату, которая у них уже не меняется год. Они к такому резкому повышению центра не были готовы. И одна из конспирологических версий, что Грузия начинает блокировать карты россиян, чтобы просто их потихонечку вытянуть из Грузии. Потому что они создают искусственно завышенный спрос, ухудшая проживание местного населения. Миграционная политика и демографическая политика очень любимы в ЕГЭ. Я вообще не удивлюсь, если на ЕГЭ в этом году будет что-нибудь такое, что как повысить рождаемость. Тема максимально трендовая, вообще тренд номер один. О ней говорят уже все. Нужно, чтобы люди больше рожали. Не удивлюсь, если в этом году на ЕГЭ в задании на эрудицию, это последнее задание к тексту, либо последнее задание во всем ЕГЭ, будет что-нибудь про повышение рождаемости. Прямо ждем. Но здесь про демографию немножко другое. Что демография значительно влияет на экономику. Миграционные процессы, эмиграционные процессы, а это разные термины, между прочим, влияют на жизнь местных жителей. Вот так вот. Четвертая новость. Ковид. Никто не ожидал. Все сидели спокойно. Путин лучший врач на планете Земля. О ковиде забыли все в феврале абсолютно. И в декабре оба. Полнейший ад в Китае. Тотальнейший ад в Китае. Ты видишь локдауны и миллионы заболевших в день. Шикарнейший пример о том, что мировая вся экономика на планете Земля имеет тотальнейшую взаимозависимость. В силу локдауна, в силу того, что они даже сидят дома, они не производят товары. Все сидят дома на локдауне, никто не занимается производством, на заводы китайцы не ходят. Производство сокращается, экономическое развитие Китая замедляется, экспорт сокращается, и более того, в других странах спрос тоже уменьшается, что приводит к обеднению и других стран. Если вы видели, даже компания Apple всерьез задумывается о том, чтобы некоторые айфоны вообще выводить из производства, потому что в силу локдауна нужно перебрасывать силы на другие более популярные модели. Очень важно понимать, что локдаун и вся эта антиковидная политика тотально негативно влияют на экономику, потому что каждый человечек – это экономически производящая единица. Каждый человек должен работать, производить материальные блага, духовные блага, услуги, тем самым продолжая рост ВВП, продолжая развитие экономики. Если человек сидит дома на жопе и ничего не делает, потому что его заперло государство или он болеет, это критически плохо для экономики. В силу того, что Китай является мастерской мира, то есть производит невероятные объемы товаров на весь мир, посмотри на свой айфон, там будет написано «Made in China», хотя они сейчас надписи убрали, видимо, нельзя, но такое раньше было. Это и есть показатель того, что если в Китае будет тотальнейший локдаун, так называемая модная тема, может быть, вы видели в новостях, цепочки поставок. Это означает удорожание всей экономики по всем фронтам мира. Вот такая вот штука. Пятая новость вообще, так этим пидосам и надо. С нами Бог. Самая лютая зима в США с 1979 года. Только взгляни на эти чудесные кадры. В Америке умирают люди от зимы и снегопада, которые прямо сейчас происходят. Шок-контент. Я говорю, самая суровая зима за последние, ну, получается, более чем 30 лет. Америкосы в шоке. Знаешь, да, что у них отопления, как в России, особо нету. Были не готовы. И уже даже есть смертельные случаи. Более того, повреждены линии электропередач. Короче, все жесть. К чему это? Это к тому, что есть очень важный тезис, который прям обожают в тестовой части. И который могут раскрывать даже во второй части, что даже постиндустриальное общество, даже постиндустриальное, зависит от климата. То есть человек, общество в целом, не может полностью исключить природного фактора из своей жизни, из своего развития. Никогда. Запомни, это очень важная подловка. Потому что в ЕГЭ есть такой тезис, что аграрное общество, аграрное, оно вообще полностью зависит от климата. Ну, есть дождь, есть урожай. Засуха, все, умираем от голода. Всего доброго, всего хорошего. В постиндустриальном мы придумали теплицы, химию, удобрения, имеется в виду, да? В смысле, не про наркотики. Системы центрального отопления, системы кондиционирования. То есть мы, в принципе, климат под себя подстраиваем. Но все же, если будет что-то адовое, суперзима, шторм, землетрясение, это может полностью разрушить какую-нибудь фабрику, это может случайно убить какую-нибудь семью талантливого управленца, и он перестанет управлять компанией, компания разорится. Поэтому в целом запомни, что климат до сих пор играет на развитие человечества. Климат может создать экономический кризис, климат может оставить тысячи людей без света, и даже в современном мире, казалось бы, когда есть машины, в которых можно запереться, квартиры, климат может тебя похоронить. Ситуация в США на данный момент яркий тому пример. Надеюсь, что тебе эти пять новостей были очень полезны, разобрал самые такие трендовые и любопытные темы формата ЕГЭ по обществознанию, плюс такие видеоставочки прикольные, чтобы кадр был разбавлен, но заметь, что я максимально обходил тему СВО, чего и тебе желаю, мой юный друг. СВО — это тема очень скользкая, и мы не знаем с тобой, что будет думать об этом эксперт, который будет читать твой бланк ЕГЭ. Поэтому, если ты все-таки рискнешь писать про СВО, то либо пиши в формате кремлевского мнения, только кремлевского мнения, что мы воюем с нацистами, эти нацисты обеспечиваем и НАТО, и так далее, либо не пиши вовсе, потому что все иное — это запредельный риск потери баллов. Напоминаю, что в ЕГЭ по истории и обществознанию есть немалая доля идеологии, и с этим хочешь, не хочешь, но нужно считаться. Твой топ-репетитор. Субтитры создавал DimaTorzok